старт иограф хорошего похода стартанул я с иографа вот мой старт внизу улетаю потихоньку пацаны уже давно стартанули еще где-то наверное минут 40 назад час назад они уже перелетают никитский хребет а я вот только три минуты как стартанул мне их уже не догнать но буду лететь по их следам сейчас основная цель выкрутить этот поток на максимум так называемый стартовый поток он конечно у меня был не стартовый мне пришлось его поискать но задача выкрутить его на максимум после того как он закончится уже делать переход так как от того какую высоту я сейчас наберу будет зависеть скорость моего полета по маршруту средняя скорость скажем так от этого будет зависеть частота необходимости поисков нового потока поэтому вкручу высота 1520 высота 1865 можно еще крутить поток но он уже стал слабее 0 1 0 9 1 1 и 2 но смысл в том что я приближаюсь к базе можно конечно вот так вот в нолях докрутить до вот этого облака будет высота 2000 но в этом большого смысла нет полечу по своему маршруту буду постепенно пытаться догнать пацаном выкрутил хребта баллонынка и осы 1950 метров принял решение идти на переход я думаю что тут по пути еще что-то найду сейчас вот с этого хребтика что-то найду оксек даже оговорила название у этого хребта лечу дальше взял какой-то нолик в ущелье учкош 80 метров набрал с этим ноликом так как других вариантов у меня тут нет надо пытаться выкрутить в этом потоке по ущелье дует довольно плотный ветер и поток хорошо сносит на северный склон либо я на этот поток не успел либо он сейчас станет мощнее сформируется и я смогу с ним улететь и надо перепрыгнуть через этот перевал на хребте на Никитском хребте какие-то пузыри если бы еще вот один из этих пузырей обработать хорошо потому что тут зона снижения идет приличная высоты 1580 метров вот сюда нырять опасно с такой высотой тут надо найти какой-то поточек Вань, ты где, Игде Ванька? Как там дальше полет продолжается? я... я не знаю, где я Готовьте в Медведь-горы. Подлетаем кускает, тут вот на попугане, какие-то непонятные бывают штуки, очень амплитусные, просадки, провалы, керва поймем. Ну, у меня что-то похожее тоже тут. А я не решился переходить через Учкош, потому что ветер по флагу дует оттуда, из-за горы. Если я залечу в это ущелье, там могут начаться сильные минуса. А так как я придерживаюсь правила, что риск всегда должен быть оправдан, то в данном случае он был бы не оправдан. Иду в обход Никитского хребта в надежде найти поток и буду перепрыгивать его вот тут, в этом месте. Ну вот я в относительно слабом потоке, тоже в нулях, 05, 07, перелетел Никитский хребет. Вот я докручиваю этот поток. Перелетал я его постоянно с набором высоты. Сейчас высота 1690 метров. Вот я пока еще из этого потока не выпал, но вот он уже заканчивается. Сейчас буду делать переход на... уже на Гурзуфские скальники. Можно попробовать даже в эту сторону закрутить. Пока тут есть поток, высота не помешает. Вот так вот этот поток меня постоянно приподнимает. Тут какое-то облачко формируется. Возможно, это облачко сформировалось с Никитского хребта. В крайнем случае есть такая вероятность. Ну а я лечу дальше. Пацаны уже летят на Четтердак. Илюха подлетает в Калужте. Я только перешел Никитский хребет. Набрал высоту почти 2300 метров. Вот, видно на камеру 2290. Все, делаю переход. Лечу на Бабуган-Ейлу. Я думаю, что этой высоты мне должно быть достаточно, чтобы я перелетел в Гурзуфское седло. Там по нему обычно сквозит ветром сильным. И на Бабуган-Ейле уже вот на том хребте... На том хребте, который напротив Медведь горы, уже возьму поточек и полечу дальше. Беседка ветров. Пролетаю ее. Гурзуфское седло. Это самое узкое место на Крымских горах, на южном берегу Крыма. Не знаю, как называется вот этот хребет. Сейчас лечу на него. На нем буду брать поток, выкручивать в эти облака и перепрыгивать в Бабуган-Ейлу. Лечу над Бабуган-Ейлой. Мишаня уже собирается перепрыгивать с Четердага на Димиржи. Илья только что пошел на переход на Четердаг, а я подлетаю к горе Кушкая и буду пытаться сейчас на Кушкая набрать 2000 метров, как минимум, и перепрыгивать на Четердаг. План такой. Пока высота 1600, пока ситуация не самая лучшая. Ванька сел у подножья Четердага и плана его пока не знаю. Либо будет подниматься, либо пойдет вниз. Я бы на его месте поднялся. Вот такая вот погодка тут развилась. Пока я кручу поток. Высота 2250. Все пацаны уже приземлились. Моя задача сейчас принять единственное верное и самостоятельное решение, куда лететь. На Димиржи или на Четердаг? Я нахожусь сейчас прямо на Кушкая. Визуально мне лететь одинаково. Что на Димиржи, что на Четердаг. У Димиржи высота 1200-1300. Высота старта у Четердага 1500. Высота вершины имеется в виду. На Димиржи лететь чуть дальше. Но разведка доложила, что на Димиржи дует вдоль западного склона с юга. Что говорит о том, что с Четердага перелететь на Димиржи будет сложно. Можно пробовать сразу лететь на Южную Димиржи. Как вариант. Высота почти 2300. Можно попробовать набрать еще. И идти на переход. Думаю полететь сразу на Димиржи. Попробую. Начал делать переход. Высоты осталось 20000. Почему я принял такое решение? Решил лететь по ветру. По ветру. И высоты достаточно 2300 было почти. 2250. И по ветру на второй ступеньке акселя теоретически должен перелететь всю Алушку. Если я приду к склону на высоте 1000 метров, то победа за мной. С 1000 метров я могу пролететь около 7-8 километров. Но так визуально до склонов Димиржи примерно столько и есть. Подлетаю к горе Димиржи. Вот она. Четтердак у меня слева остается. Алушку вот пролетел уже. Высоты 1471 метр. Да, у меня появляются сомнения, что я приду к склону с высотой 1000 метров. Но буду надеяться, что хотя бы с высотой 900 приду. Высота старта иограф на 900 метров. Я же смог с 900 метров улететь. если приду с высотой 900 метров останется только найти поток. А на протяжении всего пути пока ни одного даже маленького пузырика не было пустой ламинарный спокойный воздух. Возможно вот на этих полях под горой Димиржи я начну ощущать какие-то пузырики. Подлетаю. Пришел на Димиржи с высотой 880 метров. Взял поточек начал с ним работать. На 880 я на Димиржи пришел взял поток работаю с ним. Я прилетел на гору Димиржи из Ялта. Последний раз мне это удавалось два года назад сделать. Напрямик шел вот с этой горы. Все, Вась, пока встречаюсь. Давай, до связи. Екатерина на вершине Димиржи южной 1300 метров. Все, решил идти на переход. Дальше у меня судак. Буду пробовать сейчас лететь в сторону судака. А там уже куда получится долететь, туда уже и долечу. Впереди корабей Айла, но на нее еще надо перепрыгнуть. Это тоже задача непростая. Если я здесь наберу хотя бы 1800 метров, тогда я туда перелечу. А иначе есть вероятность садиться где-то здесь. Но я и этому буду доволен. Буду добираться сегодня домой довольный и очень долго. Ну вот какой-то поточек нашел хороший. 1,9, 1,8. Ну вот буду с ним работать. Метров 200 я в этом потоке набрал и все. Этой высоты недостаточно. И пока я вот когда его бросил пошел на переход вот к этому скальнику все потерял. Полетаю пока тут. Пока не вижу возможности улетать отсюда. Вань, мы тебя видим прикольно ты летаешь на денежи. на протяжении 20 минут я уже летаю на горе Демержи и пока мне не удается отклеиться. Пока мне не удается отклеиться от горы не получается набрать высоту выше 1400 метров. Хотя мне кажется я даже 1500 там набирал. пробую набрать хотя бы 1800 чтобы перепрыгнуть на корабе Яйлу. Выкрутил 1685 метров и этого по-прежнему недостаточно. Сейчас еще поработаю с этим потоком попробую еще тут что-то набрать потому что мне еще Демержи Яйлу надо перелететь. Пока я до Кораби Яйлы долечу очень много времени пройдет. пока тут есть поток буду работать с ним до конца. 1750 я набрал почти 1800 все сейчас перехожу вот сюда вот на на край Демержи Яйлы но мне все равно надо какой-то поток я не перепрыгну туда тут очень далеко лететь надо 2000 1800 можно попробовать на те скальники полететь но от них еще дольше выходить потом если я там где-то сяду но эти скальники ориентированы под юго-запад они должны работать но от этих скальников до Кораби Яйлы столько же лететь по большому счету поэтому выгоднее перепрыгивать отсюда так у меня тут минус 4 сливняк надо искать потоки вот тут поточек есть да сейчас я вот к этим скальничком подлечу надо найти поточек какой-то минус 4 это где-то плюс 4 стоит тут а где оно стоит ни одной птицы сегодня не видел видел пару орлов но они где-то там вон там вот далеко далеко внизу летали что-то орлам не нравится сегодня высоко летать жарко наверное ну не то чтобы жарко я думаю что они не летают потому что вся мелкая живность на которой они охотятся сидит сейчас в норах и жарко именно тем за кем они охотятся снова ничего у меня не получилось всю высоту потерял высоты 1190 опять возвращаюсь в голове Екатерины там вроде самый мощный поток стоял но я с ним хоть и набираю но тут дальше ничего нет самым правильным решением наверное будет подождать полетать тут хочу сказать что завершается мой полет полет сегодня был что это было интересно чтобы это могло означать так интересное замечание врасла подходит к концу завершению к счастливому завершению мой полет мне сегодня удалось улететь из Ялты на гору Димирджи причем я переходил с Бабуган Яйлы на Димирджи по прямой что большая редкость так вообще единицы среди пилотов смогли перелететь но это от погоды больше зависит не от навыков мне сегодня повезло вот это мое поле виноградный домик вот домик между виноградниками так тут такой плотный ветер дует в Алуште еще и потоки какие-то стоят которые можно прям крутить но меня эти потоки уже не интересуют я сейчас собираюсь найти зону снижения и садиться на свой аэродром ветер дует плотный поэтому я решил искать зону снижения чуть впереди от своей посадки и когда уже останется необходимая высота для построения глиссада я просто развернусь по ветру и зайду на посадку ох вот вот как-то как-то примерно так я планировал это все делать тут всегда дует сильный ветер поэтому здесь очень важно долететь до этой посадки термичка тут такая лютая высоты осталось 136 метров да по виноградникам видно какой ветер дует деревья гнет так еще пока рано вот наверное наверное сейчас сейчас самое подходящее время для посадки так и касание есть касание касание все все я приземлился собираюсь ты сел мы кушаем ждем как вы знаете я летаю почти каждый день и ловлю вот эту вот погоду которая даст возможность перелететь с бабуган ейлы на димирджи не важно как напрямик или через щеттердак да хотя бы просто на щеттердак перелететь просто да это просто это не просто эту погоду я ловлю каждый день и вот спустя два года да два с половиной года мне впервые это удалось я сегодня полетал на димиржи я очень надеялся что я и дальше смогу полететь но получилось то что получилось дальше потоков не было хоть я и набирал там неплохо но на этом все все спасибо всем пока до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч Продолжение следует...